Акция «Знамя Победы» стартовала в Дагестане 6 мая. Копию знамени передает в регионы СКФО, в Чечню, Ингушетию, Северную Осетию, Аланию, Кабардино-Балкарию, Карачаево-Черкесию и Ставропольский край. Сегодня последняя точка – полотно знамени доставят в Пятигорск. А началось все с центральной площади Каспийска. Акцию поддержали в каждом уголке Дагестана. Обзор Джамиля Мутаевой. В поднятии «Знамени Победы» над Рейхстагом участвовал уроженец Хасавертовского района Абдулхаким Исмаилов. Поэтому для муниципалитета акция играет особое значение. Символикой «Победы» в районе украсили фасады зданий, учреждений, улицы и проспекты населенных пунктов. А масштабную копию «Знамени Победы» развернули в администрации Хасавертовского района. В Кизлярском районе колонна из 50 автомобилей начала свой старт от здания администрации и завершила путь в селе Аверьяновка. Авто украсили символами победы, портретами героев, участников Великой Отечественной войны, российским триколором и дагестанским флагом. После участники развернули 10-метровое красное знамя под патриотические песни. В акции приняли участие и семьи погибших участников спецоперации. Акцию поддержал и Хунзахский район. Символично копию «Знамени Победы» развернули на территории мемориального комплекса «Белые журавли». Монумент посвящен матери воинов. В Акушинском районе патриотическая акция прошла особенно колоритно. Масштабную копию «Знамени Победы» развернули творческие коллективы управления культуры и туризма. Участники были одеты в яркие национальные костюмы. Украшает символика Победы и улицы Могорамкенского района. Здесь, в каждом населенном пункте, на фасадах зданий установлены знамена, проходят патриотические акции. В том числе поддержали здесь и республиканский автопробег. Субтитры создавал DimaTorzok